МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, ну что, мы не расстаемся с вами. А это приятно, потому что Новый год. Потому что на кухне все цветное, все радостное. Утро, люди просыпаются и думают, ну как поесть? Как? Есть надо правильно, чтобы жить здоровым и красивым. Как вы? Да. И чтобы были успехи, и чтобы были успехи. Что вы еще не готовите к нам успехи? Сегодня необыкновенное у нас блюдо, которое ведет людей, профессиональных спортсменов, к победам. Вы чтобы знали, что все профессионалы, любой вид спорта, теннис, баскетбол и все что-то, перед игрой едят спагетти. А почему спагетти? Почему спагетти? Потому что это твердые сорта кшеницы. И дает очень сильные калории. Я, откровенно говоря, сейчас уже не занимаюсь большим спортом, но раз в неделю я обязательно ем. Обязательно раз в неделю ем. Давайте мы скажем зрителям. То есть дает, от этого не поправляешься, а энергии... А энергии очень много. А для жизни нам энергии надо. Кило джоули. Вот уж как мы это называем. Прямо сила. Вот, и друзья, есть хоккейные и спортивные другие команды, которые едят спагетти сырыми, но мы сегодня будем их как-то готовить. Сырыми мы еще не готовы. Но какие спагетти без соуса? Соус должен быть объемен. Что мы будем делать? А соус у нас баланеза. Да. А я смотрю сюда. А я смотрю сюда. Сейчас мы берем, значит, с вами кусочек говядинки. Мы уже порезали, пока я вас ждал, уже не порезал. А вот смотрите, говядинка. Говядинки порезали, свининки. Свининочка. Да. И все это мы аккуратненько, аккуратно ссунули. Владислав Александрович, ну а как еще? Вот туда, в месорубочку мы провернем. А как мы еще не сделаем-то это? Итак, друзья, мы берем месорубочку. Месорубочку. И прямо начинаем. Видите, как хорошо. Раньше пальчиком всували. Раньше, ну, раньше, вы же помните, что раньше, между прочим, мясорубка... Такая была. Она была, знаете, что интересно? Мясорубка была у всех одинаковая. Да. Помните? И самое главное, что и работа была. Она была, да, а сейчас что, вот стоишь? Да, она сама все делает. Так, а мы должны что-то добавлять, фарш какие-то? Нет, пока нет. Ничего, просто... Нет, самое главное, что нам надо сейчас с вами фарш делать. Так. Потом нам надо на сковородочку масочка положить. Так. И туда забросить наше мясо, и оно должно 10 минут где-то много тушиться. Вот смотрите. А в это время мы с вами будем нарезать, уже готовить к соусу. Ну, что скажете? Мне кажется, количество фарша... Хватит. 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 Больше. Более, мне кажется, более чем. Вот называть вещи своими надо, потому что если очень много фарша, во-первых, мы его даже не сможем как следует поджарить. Так приятно на мясо смотреть. А вот скажите мне, Владислав Александрович, а были ли в вашей жизни моменты, когда вы, великий Третьяк, вы, люди, которые, народные герои, памятники практически вам делали, когда вы заходили к мясному магазину, но не с главного входа... Заходил. ...а с дробового. Постоянно заходил. И колбасочку, говорится, мясную. Да, и знаете, как, о, Третьяк пришел в Олимпийский чемпионок, так, и директор сидит, знаете, как рейкинговые люди были самые уважаемые, кто сидел в Большом театре в первом ряду, директор зал, мага, магазина, продовольство, вочной базы, уважаемые люди, на дефиците сидели. И ты приходишь, о, Третьяк, молодец, дайте ему одну палку, нет, две палки колбасы, да, полпелок, да, два, он заслужил, две палки колбасы. Олимпийского чемпиона. Ну и корочки ему подбросите, там, ну правда, одну баночку. Одну баночку, все-таки одна. Вот, да, да, это сервелат, венгерский там, кабачковую икру, и ты выходишь счастливый такой. Ну, вы знаете что, а еще один случай, вот, как ты расскажешь, а 8 марта был у меня случай, это был просто, ну, мы цветы купить невозможно было. Конечно. И была польская гвоздика на Ленинском, и директор, она очень любила хоккей. И я ей говорю, завтра. Так и все в этой стране. Да, и я ей звоню, я говорю, вот, у меня завтра 8 марта, хотя уже не гвоздички, ну, на розу у нас не хватало денег, да, и не было, и гвоздички. И он говорит, ну, приходи там с черного хода, потому что там только народу, уже всю ночь люди стоят. За ночь. Да, да. И мы подходим, и идет Леонов, дважды герой, и я. И мы как бы встречаемся. Космонавр. С одного хода. И стоят дружинники. Да, такие люди, и стыдно, типа, такого сзади. И мы заходим туда, он говорит, Владислав, я выходил в космос, ты на льду чудеса делал. И мы вот так унижаемся за гвоздики. Закончились эти времена. Ну что, давайте мы... Так, ну мы готовим, да? Так, вода у нас здесь закипает, как долго закипит? А мы сейчас должны резать, это самое, овощи. Овощи, подождите, подождите, подождите. Значит, мы мясо ставим обжариваться. Ставим? Да. А может быть, мы это даже сделаем? Нет, наверное, здесь. Так, сделали. И сейчас выкладываем туда фарш. А что мы будем делать с нашими... Значит так, мы берем с вами что? Первое, мы берем лучок. Лучок. Кстати, лучок мы будем обжаривать тоже? Будем обязательно. Надо мелко порезать сначала лук, морковку. Так, морковочку можно, наверное... Синдерейку. Натереть, наверное, можно морковочку. Ну, можно, да. И я думаю, еще, знаете, что нам нужно? Синдерейку. И нам надо грибы. Есть грибы? Вот грибов я не вижу, что ли. Не собирали? А я вам сейчас это покажу. Но, вы знаете, вот сегодня... Из дома принесли грибочки. Я сегодня шел пешком из дома и по дороге нарвал. Ну, везет. В метро. Скажите, где места такие, да? В метро. Да, три грибочка. Комсомольская на стенах. Три грибочка. Три грибочка. Вот. Синдерей у нас есть, это есть. И помидорчик. Это можно уже, да. На колесе. Да, да, да. Так, 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 так. И это должно у нас... Я это, я спрошу вас, мешайте, распределяйте. А вы будете резать. Я знаю, что вы режете хорошо. О, да, это я сейчас, в этом смысле я тебе говорю. Мелко. Мелко режем... Так, о. Мелко лучок. А есть что-то, Владиславович, есть какие-то продукты, которые вы себя балуете? Вот, знаете, вот так обычно не едите, ну, вредно там, не знаю, ну, все. Ну, продукты, большинство вредных. Вы обратили внимание, что большинство продуктов вредны. Но и среди них огромное количество вкусных. Я вот чем старше становлюсь, чем реже я ем жареную картошку, которую я не могу. Я люблю жареную картошку, у нас с вами вкусный. Ну, по-настоящему. Да. А вот давайте так... Жареный такой вот, как вот, когда мы в детстве были, чтобы она по-пальше поджареной была, чтобы масло такое было. Так, ну, кстати, вы знаете, у нас в прошлый раз были, мы вот сегодня разговаривали, я говорю, так у нас же Владислав Александрович был буквально недавно. Когда это? 2009 год, три года назад здесь вы были. А совсем недавно. Да. Ну, вся жизнь, я вот только с 72-го года играл против канадцев, а уже 40 лет прошло. Нормально? Вы можете объяснить? А вот еще интересно, вот я вообще поражался, вот знаете, думал, ведь мы были элитные люди в советское время. Мы были как это, большой театр, космос и хоккеисты. Это был, если вот спросить там... Экспортные ребята. Экспортные, да. Экспортные, да. Мы посмотрели, что вот сердце перекачивает столько литров крови, и вы еще воду пьете, и вы на сердце, и мы думали, что это действительно правда. А когда я приехал там и видел, как американцы там или там канадцы тренируют, 10 минут, стоп, воду, стоп. А, конечно, вода, она быстро восстанавливает силу. Вот вам, друзья, рецепт от Владислава Третья. Да. Пейте, варите. И вообще, мне кажется, рецепт очень хороший вообще. Пейте как можно больше воды. Воды надо 2 литра пить, точно. Ну, вы пьете, я вот не могу. Я пью. Я не могу. Я стараюсь. У меня был период, я пил 2 литра воды в день. Вы знаете, ну, это был не день, а, как говорил писатель Виктор Драгунский, сплошная беготня. Ну, а это зато обмен идет. Нет, это я все понимаю. Это хорошая цинкуляция. Это я все понимаю. Нет, нет, тогда постарше будете, будете пить. Так, так. Так, подождите, подождите, подождите. Так, ну, у нас нормально получается здесь. Все. Так, лучок, это, так, что еще там? Да, морковочка. Морковочка. Так, это тоже надо обжаривать. Сейчас у тебя морковочки многовато, что-то я не пожалел морковочки. Ну, ладно. Сейчас мы ее доведем до состояния. Так, лучку вот столечко. Это у нас количество фарша. А мы потом смешаем хорошие пропорции. Нет, вот все смешаем, да. Хорошие пропорции. Так, грибочки туда. Лучок, грибочки. Грибочки я сейчас буду резать. Грибочки мы можем порезать. Ну, достаточно тоже, я думаю. Так вот, про воду рассказать до конца. Конечно. Представляете себе? 1971 год. Да, 71 где-то. Нас вывозят в ЦСКА к УДЭПСу. Так. В июле месяце. Прямо в 12 часов вот солнце стоит. Ну, 40 градусов жары. Так. Площадка залитая асфальтом. Воду не давали. У меня, и думаю, зачем так издеваться над нами? У меня это, губы не было слюней. Сухие, сухие. Это говорит, а тогда вырабатываем характер. Вот это характер, да. Слушайте, ну, может быть, поэтому и побеждали? Нет. Вот, ребят, вот, пожалуйста, 2012 год. Победили. С водичкой. С водичкой. Да еще как. Да. Слушайте, а нарушали дисциплину? Ну так, ну сейчас-то уже можно сказать. Ну, один раз Новый год у нас был. Это был супер. Я Новый год один раз вспоминаю, 75-76 год. Так. Это было вообще. Нам никогда не разрешали Новый год праздновать, потому что у нас все время за границей мы играли, или когда я играл за молодежью, у нас чемпионаты были. Ну да. Вот. И мы играем. Я думаю, что вот это, сейчас секунду, мне кажется, что в принципе, мы сейчас его просто пересушим. Давай. Он уже, вот он уже готов. Готов. Я его отставляю. Это на секунду выключаю. Так, друзья, Владислав Дритяк помешивает сейчас я чуть-чуть, 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 когда все, вот так вот, все. Это, 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 это тайландские. Хорошо, прошу. Да, да, да. Постоп, вы любите, я знаю, вы любите. Любим. Владислав Дритяк, друзья, на нашей кухне. Сейчас небольшая реклама, после которой мы вернемся и продолжим готовить пасту. Александра, Александра, этот бород наш с тобой нашпигуем, малычой и в духовке запечем. Юрий Висборг, Александра, добрый утро, друзья, еще раз. Смак продолжается. У нас в гостях сегодня Владислав Дритяк. А я с любовью к вашей передаче. Вы посмотрите, что сделал Дритяк. Вы посмотрите, сердце из моркови и лука. Да. Да я готов. С любовью. С любовью. Ставьте обратно. Ставьте обратно. Сейчас мы, сейчас мы быстренько это доведем до, видимо, сюда. Да? Мы можем... Разбил мое сердце. Ну, а туда грибочков тогда. Грибочков, этого. Сейчас, сейчас. Ну, вернемся к своим, да? Да, да, да. Я прошу вам рассказать, как вы нарушали режим. Это невероятно. Да, это был один раз. ЦСКА играла против Монрея Канадинца. Мы сыграли 3-3. Игра была супер вообще. Это считается лучшая игра между клубами. А следующая игра у нас была 9 января. Представляете, 9 дней. 9 дней мы в Канаде отдыхали. Ну, как, готовились. Вообще. Ну, как, тренировались. Готовились. Тренировались, да. Готовились, ага. И, значит, из консульства нашего Монрея, там посольцы, из консульства они говорят, мы можем хоккеистов, наших героев увидеть у себя в консульстве на Новый год. И вы пошли на Новый год. И консульство. И благодарю Константину Локтеву, он говорит, надо поехать все-таки в такой... Уважить, уважить дипломатов. Да. И надо только сказать, ребята, здесь отдыхайте, только из консульства не выходите. Мы оттуда не выходили. Ха-ха. Да, не до конца, и мы с ними танцевали. И в 4 утра нас всех, ну, так, в автобус. В автобус. Да, бедный канадец это все, все это, это, разогревал машинку, чтобы нам это в автобусе было. Да, да, да. Хорошо. Но я вспоминаю, это, во-первых, было счастье, что мы смотрели, 3-1 проиграли, 3-3 сыграли. Во-вторых, это было такое, знаете, ну, так, первый раз в жизни Новый год мы спразднали по-настоящему. Знаете, как говорит моя бабушка, она называет этот процесс «оттянулись». Оттянулись по полной программе. Потом на следующий день все в баню. Ну, слушайте, это вообще, банька, это вообще. А потом по 2-3 тонировки мы и Бостон обыграли, 5-2. Ну, вот все, Бостон, это так уже, как говорится, на десерт. Ну, хорошая команда. Команда очень хорошая. Значит, мы сделали вот такую вот, вот она у нас дожаривается. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, это на большом огне надо вообще-то. Ну, да, вот это у нас огонь, огонь у нас достаточно большой. Ну, нам надо тогда, так, мы еще помидорчики надо. Тут главный помидор, ведь это же итальянское. Это итальянское блюдо. Помидоры. Помидоры не будут. Сейчас мы грибочки. Грибочки у нас отдельно. Так, а помидоры? Помидоры, да. Ну, сколько мы берем помидоров? Ну, два. Ну, два. А то мы еще добавим, потому что больше помидоров, тем больше, тем лучше. Да, это же все-таки у нас соус-то было нет. Да. Конечно, это же мы должны, в принципе, в принципе... Вообще, сейчас надо все очищать. Экология. Экология, да. Вот экология все-таки каким-то... Но вы себя как-то... У вас есть какие-то экологические программы? Есть какие-то вот советы, как вести себя, например, не знаю, пить воду, заряженную серебром? Я не знаю... У меня есть старый рецепт, который бабушки и наши дедушки, это гриб. Дома иметь гриб. Чайный гриб? Да. Да вы что? У меня есть, да. И вы пьете чайный гриб? Пью. Потому что он очень полезный. Или бабушка у меня до 97 лет дожила, она чуть что медом все умазала. Вот, но мед не может плохого. Мед. Она вот все-все порезан, мед. Или столетник. А вообще я говорю, бабуля, а вот скажи мне, пожалуйста, в 97 лет я, Бог, дал вот такую возможность прожить. Да. В чем вот смысл? И вот почему это такое? Она что-то сказала? Ну. Я, говорит, никому никогда не завидовала. Вот. Я всегда людям делал добро. У нее 8-9 детей во время войны и вышли в Волочке. Она у себя дома взяла из детского дома, кормила их, да? С этим. И не переедала. Вот это самое важное. Особенно для нашей с вами программы. Не переедала. Все надо делать в меру. Вот видите. Ой, ну тяжело. Знаете, вот мне тяжело. Не, ну по вам незаметно. Да, понимаете, незаметно. Как понимаю, незаметно. Понимаете, как незаметно. Вот я начинаю, когда вкусно, остановиться невозможно. Я знаю, что есть зрители, мои зрители, которые меня поддержат в этом. Вот, ну невозможно. Ну, когда вкусно, ну невозможно. Вот я ем картошку жарить, но не хочу я останавливаться. А я, у меня слабость другая. Ну. Честно. Я на ночь голодным не могу. А говорят, по семье нельзя еть. Да, да, да. А голодным не могу. Я уже холодильничку раз, Татьяна говорит, у меня жена, ты что делаешь? Я говорю, Тань, ну не могу голодным, ну хоть колбаски там, ну хоть колбасочки. Ну да хоть чуть-чуть. И сразу так раз, хорошо. А как я люблю, а вообще ночью как вкусно есть. Ну, вообще-то, говорить нельзя. Это очень вредно. Ну, но вкусно очень. Вот опять же к вопросу о том, что вкусно, что полезно, понимаете? Ну а что делать? Нет, нам нужно облюсти здоровье нации. Да. Будьте любезны, пожалуйста. Помешайте, пожалуйста. Сейчас я уже добавляю через секунду помидоры. А, подождите, помидоры. Давайте грибы-ка я добавлю. Давайте грибочки. Ну, грибы, они сырые, можно есть. Ну да, но мы сейчас, когда сюда добавляем грибы, грибы, ваши грибочки. Шопиньончики. Шопиньончики. Скажите, новогодние подарки, помните, какие-нибудь, которые вам дарили, вот не знаю, и прямо запоминалось? Новогодние подарки, я помню, мне подарили машинку вот такую, вот, которую я просил два года. Так, вот. И все-таки мне ее подарили. А что это? Машиночку? Машиночку такую, да-да-да. Красивая была, чайка красная такая, красивая. Вот, это вообще. Два года просил, через два года подарил Дед Мороз, пока не два года долетал до меня. Вот. А вообще, новый год для меня, он как сказочный. Почему? Потому что это запах мандарина. Вот сейчас детям не понять, да. А у нас ведь, вот вы смотрите, у вас елочка какая красивая. А у нас мандарины висели, не было игрушек. Да, игрушек не было. И все было как бы нормально. Мама не догадывалась, что там конфет нет, только там хлеб жеванный. Конечно. И она говорит, ну, ребята, все, Новый год, разбирайте. А мы говорим, да что-то не хочется уже конфеты, а там уже ноль. Но мандаринычки, и мандаринычки, вот, представляете, вот, и запах, и вообще Новый год для меня это особый праздник. Да, для любого человека в нашей стране это праздник. Ну, скажите, ну, вы еще, вы все время Новый год празднуете? Я праздную всегда. А я с 17 лет в Советском Союзе не был. Потому что я все время играл за молодежные 4 года, потом за... Слушайте, вы все время где-то были в этом году? Я все время где-то был в Голландии, играл с рыбаками там по 25. И мне говорят, пропусти шайбу, я в одну сторону, он меня. Я говорю, ну, бросай туда, туда пропусти. Ну, это сейчас уже Голландия, другие. А раньше нас увозили еще раз, говорят, чтобы мы дома не были. Вот, чтобы у нас такой сбор был там. Слушайте, ну, сейчас такого нет, смотрите, сейчас все приехали. Сейчас все дома. В НХЛ локаут, все приехали. Ну, какую игру показали на Первом канале, а? Как они играют? Мы сейчас, давайте, расскажем, те, кто, может быть, не понимает, что мы говорим. Про кубок Первого канала. Первого канала, да. Слушайте, ну, вот это просто какой-то подарок они нам сделали. Да. Просто играли, понимаете, и с удовольствием. Но мне кажется, что это очень хорошая репетиция для Олимпийских игр. Очень. Так, я добавляю вот это. Я добавляю это. О! А я после игры подошел, там сидит Малкин, Овечкин, Датсук, Ковальчук. Я говорю, ребята, посмотрите, как вас народ любит. И вы молодцы, вы отдаетесь. Вот. Да, да, да. И по овечкам под шайбу ложился там. Да, да. И вообще, да, просто такой праздник, и гимна России поет, и с флагом. И самое главное, у нас приходят болельщики, не футбольные. Я к футболу хорошо отношусь. Все хорошо относятся, но у вас... Но там храноват. А у нас приходят с мамами, с детьми. Конечно. У нас особая публика. Праздник. Целый большой праздник. Так. И мы с Новым годом сделали. Новым годом, дорогие друзья. Новым годом, дорогие друзья. Хоккеисты вам подарочек сделали. Хоккеисты подарок сделали, и вы сделаете. Так, теперь что я предлагаю? Я предлагаю взять... А, на огончик тоже надо, надо. И вот сюда добавить, и с этим уже немножечко разогреть его. Как вы считаете? Нет, я думаю, бекончик сюда. Сюда? А потом туда. А я бы дал его, знаете, чуть-чуть, чтобы он дал немножечко своего... Ну давайте, а то у нас суховато, что ли? Ну не просто суховато, а просто сейчас вот как раз мясо, вот этот вот копченый... А, вот это... Копченый ароматик. Жирок, жирок. Жирочек. Все туда мы сейчас все сделаем. В принципе, конечно, мы просто с вами вот заговорились, и сделать-то могли бы так. Так, взять и бекончик сначала обжарить, туда добавить лучок, и на этом бекончике все пожарить. Ну? Как-то помидоры? Помидоры? Сок-то дают какой-то? Даю, даю, даю. Сейчас мы, друзья, будем вот это все, вот это все мы будем соединять. Соединять. Сначала мы соединим это с мясом, сейчас это все. А вы знаете, что интересно? Я вот был в Японии, у нас было в сентябре месяц, там конференция была. Так. И обычно и в Америке, и в Японии, значит, когда тебе дают кусок мяса, при тебе они готовят, то они жир выбрасывают. А сейчас японцы оказывают, что жир полезен. И смотрю, японец жир сначала отрезал, а потом он его пожарил и нам разложил. Просто жир вам дал? Жир, вот просто. Чего себе щедрый японец сказал? А я читал, что якобы вот этот жир от мяса, там, мраморное мясо нам давали, что он еще полезен, он что-то сжигает, что-то в организме. Вы знаете, есть такая теория, что жир сжигает жир. Ну, хорошо. И есть еще одна теория, я ее являюсь приверженцем, нас немного таких, которые думают, что чем больше ты съешь, тем меньше, чем больше, как бы, ты похудеешь. А, ну, может быть. Вот что у нас происходит. Происходит у нас следующее. У нас мясо, мы, поскольку бекон добавили к мясу сейчас, и поэтому мясо немножко вот в этом у нас чуть-чуть. Здесь, Владислав Третьяк, мешает у нас вот наша заготовка, а именно лук, морковочка, сельдерей, грибочки и помидоры. Сейчас мы это будем соединять вот с этим, добавлять туда вот такие уже очищенные помидоры. А туда еще соль, перец. Соль, перец. После этого мы добавим туда еще тимьян. Тимьян обязательно. Еще вот у нас еще. И вливаем, будем вливать туда бакальчик, наверное, вина. Обязательно. А в конце мы все это сливочками. Заретушируем сливочками. На секундочку, я сниму короткую рекламу на Первом канале, после которой мы вернемся, и вы узнаете, что сельдерей в переводе с венгерского означает заблудившийся мальчик. Суровый бой ведет ледовая дружина, мы верим мужеству отчаянных парней, в хоккей играют настоящие мужчины, деньги считает еврей. Доброе утро, друзья. Еще раз мы продолжаем. У нас гостяк сегодня, Владислав Третьяк. Так, 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 прибавляем. Сейчас, друзья, все это начинает чуть-чуть выпариваться все. Мы налили буквально чуть-чуть. Начинает вино выпариваться. И вот сейчас, я думаю... Вот сюда, наверное, немножко соли, да, и перчику. Соли, перчику. Я считаю, что мы можем начать сделать. Мы можем это все уже. Давайте. Так. Так. И вот это мы все, смотрите. Теперь сюда. Вот это, Мак, вот это мы все перемешали. А не добавить ли нам сюда сейчас еще и вот этого? Давайте. Это будет супер. И вот этого. О-о-о. Так. Можно это есть без спагетти. Вот это можно есть без всякого спагетти. Я могу сказать, друзья, консистенция этого зависит от вас. Вы можете сделать так, что это будет плотным. Вы можете сделать так, что это будет неплотным. Ну, видите, и все это кипит, стоит. Сюда можно добавить еще, знаете, просто взять, хотите, более красного цвета? Да, помидоры, больше помидоров. Нет, помидоры не дадут красный. Это же не паста, это же тоже помидоры. Нет, ну еще есть паста. Томатная паста. Томатный паста. Вот ее туда шабануть, все будет совсем красным-красным. Теперь. А, еще знаете что, Иван, если у нас немножко жидковато, а если наши уважаемые зрители хотят, чтобы оно немножко поплотнее было, надо побольше попарить. Все правильно. Так что все на ваш вкус. Все на вкус наших зрителей. Так, теперь я беру еще соль. Соль. Посолили как следует. Не пересолите, а то влюбили. Ничего подобного. Теперь уже, поскольку мы уже, как говорится, переходим на этап соуса, мы берем ложечку. Так, а у нас это кипит? Это кипит. И это мы сейчас, это у нас, это самое простое. Да. Знаете что, у нас же есть паста. Значит. Туда. О. Я думаю, что. Будет красный цвет. Сейчас мы можем сделать, да? Смотрите, сейчас прям пойдет цвет. Цвет пошел. Пошел цвет. А я это, туда, да? Тимьянчик. Вы просто даже можете его просто положить, мы его потом достанем. А, положить, да? Или вот так очистить? Да, можно как хотеть. Да, ну внук. Я думаю, что очистить. Да, можно очистить вкусно. Да, да, чтобы я поработал хоть. Ого. Ну давайте-ка мы еще вот так вот сделаем. Давайте. Ой. Какую-то абракадару мы надеем. Нет, нет, нет. Вот сейчас мы давайте. Количество помидоров, все-таки баллонеза, паста баллонеза, должно быть количество помидоров. Я иногда люблю очень сливочные, с белыми грибами. Тоже. Тоже хорошее. Вот смотрите. Ну хоккеисты, вот я не знаю почему, вот эту классическую едят. Хватит тимьянчик или как? Я вот думаю, что я даже думаю, что можно взять вот так вот пару веточек. Давайте, да. И пару веточек вот так вот прямо, вот так вот прямо, и пару веточек вот так вот раз. Ну по-моему, я ничего не забыл. Все, и вот теперь. А базилик, о. Сухого базилика добавить? Больше? Это совсем изыскало. Да. Это совсем. Ну что было, все как по-итальянски. Все по-итальянски. Все теперь все это перемешиваем. А то итальянцы вот иногда скажут, нет, мухлюют ребята. А мы скажем, нет, у нас все в порядке. А запах, ой, не дайте я вам подам. Запашку, знаете. Да, да, да. Так, все, сейчас мы туда добавим. Вкус, как Райкер говорит, вкус специфический. Специфический. Так, значит мы сейчас туда добавим сливочек. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, там немножечко. Немножечко. Для чего? Для такого, чуть-чуть для мягкости. Ой, 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 ой. Извиняемся. Эй, так, так, так. О, вот так, вот. Так, подождите, давайте-ка я помешаю. Вот так вот. Ну, товарищи. И мы сейчас еще, мы сейчас поставим пасту и потрем пармезан. Пармезан это приключительный. Это прямо, это финальный аккорд. Давайте, пускай это еще, пускай это еще. Попарится. Чтобы прокипиться чуть-чуть. Ну, открываем. Конечно. Раз. Все, раз. Два. Три. И вот она встает, смотрите, сразу. Так, сейчас мы ее туда всю поместим. Так, воды. Воды должно быть много. Почему? Потому что когда пасту кладешь, туда сразу накипело. Но у нас она, в принципе, воды достаточно. Не ломайте. Достаточно. Ни в коем случае. Никто даже не собирается ломать. Да, чтобы зрители, а то, знаете, как зубы деледут, давай поломаем, не надо. Никогда. Да, надо. Помните, раньше макароны ломали, ломали макароны. Как бы так, хром-хром. Да. Подождите, стоп. Я даже, наверное, туда чуть-чуть, ну а что, мы имеем возможность? Ну, чуть-чуть масло. Ну, чуть-чуть. Раз, 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 все. Все, вот закрываем? Закрываем. Пускай здесь у нас все кипит. Пять минут мы засекаем. В этот момент мы накрываем на стол. Рецепт очень простой. Вы добавляете мясо, мясо можно сделать отдельно, фарш, свинина и говядина. Отжаривайте лук с морковью, с сельдереем и с грибами, соль, перец, тимьян, сухого базилика добавить, добавляйте помидоры. Бекон добавили к мясу чуть-чуть. Добавляйте вино, после этого добавляйте немножко сливок, добавляйте томатную пасту, добавляйте помидоры, очищенные из пачки. И параллельно варите макароны и становитесь эллипийским чемпионом. Что будем есть? Мы с вами. Мы не просто будем есть, мы обязательно будем есть. Так. Чтобы все увидели, что действительно это все натуральное. Все натуральное, обратите внимание. Не батафория. Не батафория, все. Вот это одна треть порции, которую должен есть хоккеист. Правильно я понимаю? Ну, еще не могу. Ну, дайте еще немножко. Ну, дайте еще немножко. Не смотничайте. Нет. Уж не будем. Спасибо. Так. А давайте я вам налажу. Прошу вас. А я тогда возьму вот эту ложечку и позволю себе, и позволю себе соуса вот прямо вот так вот положить, не жалея, вот так вот соуса. И сверху на этот уши соус мы делаем следующее. О. Вот так, красиво. Ну-ка, 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 ну-ка. Я по блату вам побольше положу, можно? Благодарю вас, благодарю вас. Тогда позвольте, я по блату себе и положу побольше соуса. Хорошо. Так. 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 И вот, вот они хоккейные порции. Посмотрите. Да. И сырку. Ну-ка, как-то. Мне побольше можно? Да, вам. По блату. Слушайте, по блату могу сточить вам 7 килограмм сыра сверху. Не увидите. Ну, сыр тоже, говорит, надо в меру есть, правда? Знаете, но, молодец, Тарас, можно. Мы же с вами после тренировки. Да. Мы сейчас с вами сколько, 7 часов на льду. Ну, как бы. 6,5 лет. Вы на льду, я во льду. Прошу. Да. Итак, друзья, вот они, спагетти, хоккейные спагетти Болонезе. Ну? Ну, он первый. Живой. Все нормально. Можно съесть. Да? А можно макарон поменьше? А соуса побольше? А можно, наоборот, макарон побольше, соуса поменьше? А можно сыра побольше? Кто как хочет. Друзья, тут кто как хочет. Владислав Александрович, я на секунду, я просто не могу сейчас есть вот так вот настоящую хоккейную еду без подведения итогов 2012 года. Значит, для чего мы готовили? 2012 год закончился, друзья. А это означает что? Это означает, что главный трофей 2012 года в хоккее какой? Чемпионы мира наши. Мы 10. Выиграли. Чемпионы мира из 10. И 10. И у нас, друзья, уникальный случай. Дед Мороз. Нет, не Дед Мороз, а Дед Мороз по фамилии Малкин, по фамилии Никулин, по фамилии все наши... Белядинов. Белядина, по фамилии Овечкин. Вот это все наши Деды Морозы. Их было много у нас. Они нам принесли один большой подарок, который я попрошу. Сейчас вынеси сюда Владислава Третьяка. Владислав Александрович. Под елочки, посмотрите. Под елочки, Дед Мороз. О, кубок мира. Кубок мира. Кубок мира. Мира. Друзья. Дотронуться надо, ведь, да, и тронуться. Даже поцеловать, он... Семь бутылочек шампанского. Семь бутылочек шампанского. Входит. Входит, друзья. Знаете что? Да, Владислав Александрович, мы хотим вам подарить кое-что. Вы нам принесли кубок показать, а мы вам хотим подарить. Для вас от нашего спонсора корзина душистого ароматного цейлонского чая Акбар. Чай Акбар. Неиссякаемый источник бодрости, энергии, хорошего настроения. Это для вас. Спасибо большое. Также для вас. От нашего спонсора. Кофеварка Борг. Творчество, которым можно наслаждаться каждый день. Вот так. Понимаете? Можно я попрощаюсь со зрителями, держа в руках кубок? Пожалуйста. Вы заслужили. Друзья. Вы заслужили. Я хочу попросить вас поаплодировать Владиславу Третьякову. А с вами мы прощаемся на некоторое время. Вернемся в следующий телевизионный передач и узнаете, как правильно растворить бульонный кубик в кипятке, в кубке чемпионов. Друзья, до встречи. Спасибо. Спасибо.